Нелечка пришла к нам в гости, Зарипова, наш литературный агент, уважаемый, которая книгу нам в АСТ, пришла подписать еще тем, которые выиграли тогда по конкурсу. Я подписал сейчас, и Нелечка им отправит по почте, и все получат, которые мы бесплатно проводим, и там, кто выиграл по конкурсу, книжку одновременно с литературным мы конкурсом устроили, чтобы интереснее было. И как раз Нелли мне сейчас, я хочу ей картины показать. Нелли, ты что-то хотела спросить? Я хотел у Вас спросить, Хосай Магомедович, когда Вы работаете индивидуально с человеком, у которого страхи есть, и говорите, я избавил человека от страха, Вы используете гипноз? Нет, нет, я гипноз давно не использую, я обучаю приемам саморегуляции. Ну, естественно, когда человек ко мне приходит, ко мне же разные люди могут прийти. Иногда я, честно говоря, тряхну стариной и иглотерапию провожу. Шейного отдела. Ну, когда надо экстренно помочь. Ну, когда экстренно, все-таки гипноз используете? Ну, когда человек не готов к тому, чтобы обучаться, он пришел, я тут же моментально делаю. Вы делаете так, что это почти незаметно, но эффект тут есть, да? Ну, эффект тут что, потрясающий, потому что я же столько лет иглотерапии заведу, кстати говоря, такой корифей, которых уже нету, потому что мне же сейчас 70 лет. Да, я учился у китайца, у фулгана, а потом его сын Левка, который врач, 5 лет у меня учился, иглотерапии. Ну, я этим занимаюсь. Вот недавно у меня были друзья, которым тоже понадобилась иглотерапия, я им срочно сделал. Конечно, я их обучаю при этом саморегуляции, чтобы они без иглот могли обходиться. Конечно. Нелли, давайте я покажу картину? Давай. Вот эту давай, Наташа, сюда покажи. И потом вот Миша пришел, наш дирижер. Я хочу Неллиного сына, Мишу дирижера, чтобы он тоже показался, чтобы все любили и жаловали. Эта картина будет великая, она еще не законченная. Видишь, глаза какие у них. А этот глазик у девочки какой. А он влюбленный парень. А этот в ревности, в ревности и сходится. Это об отношениях. Об отношениях. А это вот то, что Исламу я рисовал. Ислам меня просил под названием «Ученые в тупике». Вот, ученые в тупике. Так. Ну, давай теперь на Мишу камеру. На Мишу. Миша, дирижер наш. Слушай, сдирижируй мне что-нибудь. Только после концерта. Да, вот, на концерте. На концерте покажешь? Обязательно, конечно. Да. Очень хорошо, Нелечка. Покажи книжку, чтобы было всем видно, что мы эту книжку сейчас всем подписали. Какую печать я там, подожди. Какую печать я сделал. Раритетная печать, которую я в Польше когда работал, там газеты писали, Алиев снова среди нас, туда-сюда. И здесь сейчас подпишу. И Нелечка отправит. Да, вот эту кнопочку сегодня забираю. Всем победителям, всем участникам Бегбеза. Да, очень хорошо. Слушай, а у нас сейчас вебинар будет. Я сегодня, завтра напишу ролики, какого числа будет вебинар. Это будет совершенно необыкновенный вебинар. Там будет новых два приема, и люди смогут получить. Ну, я сейчас могу намекнуть, какие приемы, ну, хотя бы, знаешь, по названию. Играй в свою кошку, или притворись собакой. Ну, там увидишь, какие там, это просто суперские. В мире такого нету вообще. Это такая игра. Вот смотри, Нелли, вот когда меня слушает, стадион на ногу переминается. Вот когда много-много лет назад, я сказал, повторяемые движения снимают напряжение, а потом уже дошел до того, что на разных уровнях организма вплоть до дрожания. Эти повторяемые действия снимают напряжение. У спортсменов манраж, там, и так далее. И потом дошел до того, а что же там главное в этом повторяемом движении, которое снимает напряжение, а главное автоматизм. Что человек их делает, их легче делать, чем не делать. Значит, меньше всего мозг тратит энергии на эти движения. И потом я придумал, как обучать изобретателей, потому что в наших условиях неопределенности и кризиса, когда каждый день случаются какие-то неприятности, а люди находятся в каком-то прессе неопределенности и не знают, как быть, делать там вот это или не делать вот это. Я никого не агитирую, это дело каждого. Но я пока не делал и не собираюсь пока делать. Ну, так вот, каждый пусть думает, как он считает нужным. Но я лично его не говорю никогда. Я там комара пилотника запустил. Беспилотник, да? Беспилотник, да. Комар беспилотник летает. И в эти четыре дня там должны произойти события. И они произойдут позитивные, позитивные, да, защищающие людей. Ну, посмотрим там по ситуации. Ну, уже я знаю по интернету, что какой-то истребитель его начал преследовать. Но пока я не говорю, что там и как. А теперь посмотри, какие картины. Вот эта вот картина мне очень нравится, потому что еще к тому же Наталья Пашкевич из Белоруссии назвала ее Мадонна с младенцем. А Боря из Одессы, с которым мы делали видео, написал мне, что он занимается драгоценными камнями, и он покажет фотографии, я всем покажу, как он делает изделия. И он сказал, я когда смотрю на вашей картине, они, я драгоценными камнями занимаюсь, и я вижу, что они такие просто глубокие по цвету. И мне это так понравилось. Я поэтому всем еще раз хочу. А это вот, ты знаешь, эту картина «День и ночь» или «Милая у тебя температура». А, да-да-да. И она называется Ян-Ин. Ян-Ин, да. Миша, тебе нравится это, нет? Да, очень. Хорошая, правда? А что там в дирижировании? Ты знаешь, заики, когда говорят и хотят говорить легче, они сами себя поддирижируют, ритм задают. И заики, когда поют, они не заикаются. Да. И поэтому я обучаю заик, чтобы они говорили свободно. Но есть такой момент интересный. Дело в том, что некоторые, которые органические, есть там разные формы заикания, по генетике, если человек заикается, то у меня есть ребята, которые продолжают заикаться, но при этом уже на это не обращают внимания. И был мальчик, который в школе учился, и он так болтает со всеми, так болтает, и все мозги выносят, как говорят молодежь, потому что он при этом заикается и при этом не стесняется. А они вынуждены слушать и все время поддакивать, понимаешь, ну такая смешная история. А поддак мне это повторяемое движение. Повторяемое движение становится напряжением. Кстати говоря, у болгарши наоборот, они когда говорят да, они делают вот так. И поэтому очень смешно получается, когда я с болгарами работал, я им говорю, ну как вы меня поняли, а они нет. И я им заняло рассказываю. Потом они говорят, что вы все время одно и то же повторяете? Я говорю, я же вас спрашиваю, вы говорите нет. да нет, говорят, это у нас да. А давайте в Болгарию отдадим книгу наперед. Ну давай, в Болгарию. У нас есть бывшее питерское издательство, теперь главный редактор живет в Софии. Да? В этот, как зовут, не помнишь, да? Не помню. Из Софии, которой? Да. Не помню. Фарид, 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 да. И я ему некоторых своих авторов, просто мы эти года из-за коронавируса не ездили, а так мы каждое лето ездим в Болгарию, с ним встречаемся. Я ему могу... У меня четыре книги в Болгарии, издательство Homo Futurus, мои друзья, там Савка и Баян Байчевы, ну это жена и сын моего друга, бывшего министра иностранных дел Болгарии, Васила Байчева. Да. Издательство я им название подарил. Я поняла, а в каком городе они? Homo Futurus. В Софии. В Софии, да? Да. Ну давай им можешь сказать, они могут это сделать, нет? Или как там, какие-то условия. Я не знаю, давай... Конечно, нужно в Болгарии выпустить. У меня четыре там книжки еще там... Если у вас координаты их есть? А вон там, видишь, значок Homo Futurus? Да, значок вижу. Вот такой Homo Futurus. Немножко они стилизованный сделали. Угу. Да. Васил Байчев был такой удивительный человек. О-о-о. Он мне как-то звонит в Москву и говорит, ты где-то шляешься все время, а я тут вчера шеварнаться о тебе говорил. Давай заходи сейчас ко мне. Я говорю, Васил, а ты где? Он говорит, я в Софии. Я говорю, я же в Москве. Ах, что-то я перепутал. Думал, что я... Да. Ну, интересно, да? Вот адрес тут, это ваш Futurus? Да. Ваш, да? Я почему я тебе показал и говорю, Homo Futurus, потому что наша школа на YouTube-канале в Facebook-канале и в ВКонтакте Homo Futurus имеет очень длинную историю. Да. И все участники могут гордиться Homo Futurus и даже издательство Homo Futurus в Болгарии. Конечно. Да. Это очень большая история. А мне кто-то написал, а, вы же с Козейником дружите. Ну, конечно, я дружу. У него, говорит, там школа Человек Будущего тоже есть. Я говорю, там же школа Человек Будущего. Нет, там же школа Будущего у Козейника. А у нас Человек Будущего. То есть это есть коренное отличие, потому что я вычислил, каким он будет Человек Будущего через тысячу лет в русле эволюции, какими качественными способностями будет обладать через тысячу лет. И сегодня в нашей школе Человек Будущего мы эти качества развиваем. Во-первых, это работать с неопределенностью, потому что старая школа, повторяю, пока не получится, шаблоны создает, а потом попал в неопределенность, а там новые ситуации, шаблонное мышление не подходит. Надо мгновенно создать изобретение. Чтобы быстро понять ситуацию, надо работать в голове своей со скоростью инстинктивных реакций. А скорость инстинктивных реакций, она полненосная. Поэтому у меня есть райская группа там в интернете, где я обучаю изобретателей. Это очень интересно. Я когда-нибудь их познакомлю. Познакомлю со всеми, потому что есть школа обучения изобретателей вообще. и Альшулер, который создал Трис, бывший писатель, фантаст, Альтов. Первые ученики у меня тоже учились. Это очень интересно. Я жду, когда закончат свой проект. Калошин, мы с ним давно говорили об этом, когда он вышел с помощью левитационных приемов на состояние саморегуляции, он мне говорит, слушай, Альшулер нам это теоретически рассказывал, а тут я сразу это получил. это очень интересно. Сегодня очень нужно всем, и домохозяйке, и бизнесмену, и спортсмену, и штанкисту, и шахматисту, и дирижеру всем уметь быстро соображать. Нет? Да. Вот. Это очень так. Пусть Миша кивнет головы по-русски, а потом по-болгарски. А потом уже. Да, все верно. Ну скажи, Невечка, что-нибудь по поводу как наша книга новая. Новая книга у нас готовится, я думаю, что с Новым годом мы ее получим уже, увидим в магазинах. А сейчас я приглашаю всех обязательно за ближайшие два ликбеза до Нового года принять участие в наших розыгрышах, чтобы получить приз. Вот как сейчас мы подписываем, потому что с Нового года выйдет новая книга, и мы будем уже подписывать и разыгрывать новую. А в новой у нас будут картины. Слушай, вот в этой книге, которая сейчас выйдет к Новому году, сколько картин там стоит? 32 в серединке. И там новые приемы и картины. это будет книжка с картинками. Да, ну это будет все участники школы. Она уже получила статус бестселлера, ты мне говорила, вот эта книга, от комнаты страха, но тут же самое главное, не комната страха, заставь стресс работать на тебя, здесь стресс-трамплин есть. Вот это самое главное, этого в мире нет, ни в одной книге мира. Вообще этого и в йоге не было, и в цигуне не было, нигде не было. Заставь стресс работать на тебя. Как превращать, вернее, как извлекать из этого напряжения страха творческий потенциал, чтобы использовать его для решения нерешаемых задач. Но это мне помогает и картины писать, и каждый раз ролик новый создавать. Я хочу, чтобы этим владели все. а я вот сейчас пытаюсь связаться с сообществом врачей, психологов, которые пытаются объединиться, помочь людям в наше сложное время, повысить стресс-устойчивость, потому что пресс-СМИ такой постоянный напряг. Никак не могу не списаться, не дозвониться, не пойму, что это такое. Никто не смотрит, не отвечает. Все коронавирусом улича. Да. Так я же как раз для этого хотел помочь народу. Чтобы отменить, да. Народу хочу помочь, чтобы люди меня любили, да, чтобы все были здоровы, любили друг друга, и чтобы все были, вот как вот раньше можно было танцевать с дамой на балу, целовать ее ручку, улыбаться, кокетничать, дурака валять, чтобы люди могли быть естественными сами собой, как всегда. это наша школа человек будущего, это окно будущего, это наше будущее. Друзья, подписывайтесь на мой канал Ютуба, Метод Клюш Хосе Алиева, смотрите старые ролики, посмотрите старые ролики Ликбез, там разные названия, но внутри которых есть слово Ликбез, и там наши конкурсы. Да, там мы разыгрываем книгу, а так ждите анонс на ближайший вебинар. До встречи, друзья. До встречи.